Как ни странно, главное событие Башкортостана На прошедшей неделе произошло за пределами Башкортостана Да и вовсе за пределами Российской Федерации В очередной раз Радий Фаритович выкупил большой авиалайнер За бюджетный счет, загрузил его своими друзьями и медом И отправился в Минск Доброе утро, Радий Фаритович Добро пожаловать в Венесе и зависимости Заснеженный дворец независимости торжественно встречает главу Башкортостана Радий Хабиров впервые в официальной резиденции главы белорусского государства Но не впервые в нашей стране Я сюда приезжал с семьей, мы гуляли здесь Это было буквально лет пять назад Мы получили тогда настоящее удовольствие А уж кровавый батька рад любому гостю Находясь в глубочайшей международной изоляции Белорусский диктатор готов встречаться, как говорится, хоть с чертом лысым Но в данном случае пришлось встречаться с Радьим Фаритовичем Прибыв в Минск, Хабиров сразу же расставил точки над «и» Заявил, что в стремлении наладить товарооборот с Белорусской Республикой Его не остановит и не испугает ни ковид, ни санкции В этот самый момент где-то в Австрии послышался испуганный вскрик многочисленной родни Радьим Фаритовича Но он не обратил на это внимания Хабиров не стал размениваться на мелочи и развил свою мысль Он заявил, что у него, у Хабирова, цитирую «Общая, очень долгая история и общие предки с Белоруссией И он вместе с белорусами отражал натиск врагов» Понятное дело, что в этот момент возглас недоумений раздался уже в деревне Сайранова Где до недавнего момента, как считалось, и родился Радьим Фаритович Вообще вот это последнее высказывание, конечно, очень сложно оценивать С какой-то психоневрологической точки зрения Можно предположить, что в Радье Фаритовича вселился дух Георгия Жукова Но правдоподобнее, конечно, версии о том, что вообще эту речь ему писала Елена Прочаковская Тогда все станет понятно Далее Хабиров зачем-то дарит батьке изображение орла И тыча в него пальцем, в орла пальцем Заявляет, цитирую «Это символ зоркости, мудрости и стойкости Мне кажется, это вы» Конец цитаты Ну, к сожалению, видимо, за рамками и за кадром Осталось ответное вручение стеклянных бус и перьев Вообще, я считаю, что, конечно же, Лукашенко был просто обязан Наградить Радье Фаритовича орденом золотой бульбы первой степени Но мы не знаем, случилось это или нет В общем, вот эта вот акция почитания или заблюдства, конечно, выглядела достаточно жалко Ну, хоть как-то пытаясь оправдать свою поездку Хабиров порылся в белорусской экономике И откопал там два транспортных средства Ну, на мой взгляд, откопал Радье Фаритович самое бестолковое и ненужное Это трамвай и троллейбус Трамвай Хабиров пригрозил купить, разобрать и исследовать на предмет того Что он может сделать сам, а что все-таки придется делать белорусским умельцам Непонятно совершенно, с какой целью можно вот такие вещи делать Ну, как минимум, это очень странная идея Белоруссия никогда не была великой трамвайной страной И, соответственно, мы мало что знаем о качестве и достоинствах вот этих вот трамваев из Минска Но с троллейбусами Радь Фаритович обошелся более традиционным способом и методом Он широким движением руки и башкирского бюджета Повелел приобрести 50 минских троллейбусов и доставить их в Уфу Чтобы на нем, значит, катались уфимские жители Ну, не знаю, насколько вообще вот это случится Во-первых, потому что есть ли вообще деньги и в бюджете Или там на счетах вашей автотрансы Или где вообще там они могут быть Или Муэта Кто там у нас троллейбусами заведует Вероятнее всего Муэта Который, кстати говоря, находится в предбанкротном состоянии Ну, если коротко подводить итоги вот этого визита международного Очередного международного визита Хабирова То Ради Фаридович прокатил друзей до Минска Одарил батьку изображениями орла и, видимо, медом Чудесно посамолюбовался, покривлялся перед камерами Ну, все это нам обошлось гигантскими затратами из бюджета Я думаю, что пару десятков миллионов рублей на это все дело ушло Ну, нам остается задуматься Сначала был визит на Донбасс у Хабирова Потом в Казахстан Сейчас в Белоруссию Ну, что дальше нас ждет? Братская Северная Корея? Ну, хоть бы не Куба Теперь уже с уверенностью можно утверждать, что у Александра Бастрыкина, руководителя Следственного комитета России, установилась прочная, я бы сказал, сакральная связь с Республикой Башкортостан Не проходит недели, чтобы Александр Бастрыкин не обратил внимания на ситуацию в Башкирии и не распорядился каким-то образом в нее вмешаться Минувшая неделя не была исключением и, более того, дважды Александр Бастрыкин обращал внимание на Республику Башкортостан Первый эпизод связан с транспортом Водители 272 маршрута автобусов Уфы обратились к премьер-министру России Мишустину и руководителю Следственного комитета Бастрыкину с мольбой повоздействовать на, на мой взгляд, безумные действия мэрии Уфы в отношении вот этого автобусного маршрута Уважаемые Мишустин Михаил Владимирович и Бастрыкин Александр Иванович Мы водители 272 маршрута города Уфы частного перевозчика из Калина Виктора Яковлевича Обращаемся к вам о помощи и просим разобраться с ситуацией, которая сложилась в нашем городе в сфере пассажирских перевозок В Уфе с 2018 года с приходом ради Фаритовича Хабирова В нашем городе началась транспортная реформа, которая была направлена на борьбу с нелегальными перевозчиками Мы уже говорили о том, что мэрия Уфы, по сути, заблокировала выход на линию новых купленных только что автобусов Придумав там какую-то схему с малыми-средними автобусами, в общем, не выдают водителям маршрутные карты Мишустин, премьер-министр Российской Федерации, остался безучастен к мольбам водителя 272 автобуса А вот Александр Бастрыкин прореагировал, поручил местному башкирскому следственному комитету Вмешаться в ситуацию, оценить законность действий башкирской и уфимской администрации Ну, в частности, мэрии Уфы и каким-то образом повлиять на это все Вторым эпизодом на этой неделе тесного слияния Бастрыкина и Башкирии было обращение сирот из Баймака Которые обратились за помощью к Александру Бастрыкину и пожаловались на качество жилья, которым предоставила местная администрация Мы, дети-сироты Баймакского района, получили дома по улице революционной Мы ждали этого очень долго Но по факту, когда мы получили, мы были очень сильно расстроены тем, что дома непригодны для проживания Полы холодные, крыша протекает, дома нет ни горячего водоснабжения, ни холодного Воду приходится проводить самим Туалет у нас 30 сантиметров Я не знаю, как туда можно ходить Обращались в прокуратуру Баймакского района, в администрацию Приходит проверка ради галочки Приходят, опрашивают, фотографируют И никакого движения нету Полы утеплены мусором Там доски через раз только идут Под конец Когда мы заселялись, у нас счетчики были накручены до такой степени То, что при заезде мне пришлось платить 20 тысяч, чтобы мне не отключили электричество Здесь уже реакция Бастрыкина была не только быстрой, но еще и кардинальной Потому что уже возбуждено уголовное дело по факту предоставления жилья ненадлежащего качества А экспертиза уже установила, что вот это жилье, которое предоставили сиротам по закону Непригодно для круглогодичного проживания Вот вдумайтесь в эту формулировку Непригодно для круглогодичного проживания То есть администрация Баймака, судя по всему, судя по этой формулировке Закупила какие-то летние веранды, пытаясь выдать их за полноценное жилье, полноценные дома Баймак не находится в зоне какого-то совсем уже теплого климата И очевидно, что в летних домиках проживать зимой некомфортно или даже опасно для здоровья Куда делась разница в цене между летними верандами и полноценными домами Видимо, в этом и будет разбираться Следственный комитет Уголовное дело возбуждено И Александр Бастрыкин очередной раз подчеркнул оперативность своего реагирования Руслан Габасов Руслан Габасов в прошлом организатор, руководитель и вдохновитель БОО Башкорт Организации, признанной экстремистской и запрещенной на всей территории Российской Федерации Покинул Россию и выехал в Литву В Литве Руслан Салаватович попросил политического убежища Собственно, до этого заранее в Стамбул выехала его семья На данный момент, насколько мне известно, Руслан находится в Стамбуле вместе со своими близкими В ожидании решения властей Литвы о предоставлении политического убежища За последние 10 лет, на моей памяти, Руслан Габасов стал четвертым заметным политическим беженцем из Башкортостана Мы помним, первым был Урал Рахимов, который сейчас проживает в Австрии Затем был побег, фактически побег из России Константина Чадлина, который сейчас проживает в Эстонии Следующим за Чадлином был Федор Телин, который находится в Грузии И вот Руслан Габасов то ли в Литве, то ли в Турции, в общем, тоже покинул Башкирию И это еще не считая достаточно многочисленных беглецов, которые покинули Башкортостан Из неких экономических соображений, опасаясь разорения, конфискации и прочих неприятных вещей Которые грозили им со стороны властей Габасов объяснил свой побег, на мой взгляд, предельно понятно и конкретно Он опасался того, что ему будут вменять продолжение существования действия Признанной экстремистской организации БОБашкорт То есть его обвинят в том, что несмотря на решение суда Эта организация каким-то образом дальше действует и существует Меня недавно вызывали на допрос по Кармоскалинскому делу Это в сентябре, в Центре по борьбе с экстремизмом Где следователь говорил о том, что, ну, вообще задавал вопросы Там более 50% вопросов касались именно организации Башкорт Хотя, во-первых, я никакого отношения к Кармоскалинскому делу не имею Меня вызвали туда И вот эти вопросы меня очень, скажем так, удивили Когда организация Башкорт начала осуществлять свою деятельность Кем я там был, какие посты занимал, чем я там занимался Чем занималась организация Башкорт Знал ли я там Фаиля Алсынова То есть, да, вот такие вот Какие отношения вообще организация Башкорт имеет к Кармоскалинскому делу? Никакого Но Все это вызывает, скажем так, наводит на определенные мысли Что, первое, либо хотят организацию Башкорт сделать организатором данного инцидента Кармоскалинского Либо они хотят подвести к тому, что организация Башкорт продолжает осуществлять свою деятельность Что тоже влечет за собой уголовное дело Это, наверное, обоснованные опасения Потому что у него было несколько вызовов на допрос И, по его словам, следствие каким-то образом намекало на подобную вероятность То есть, ну, на мой взгляд, его действие логично То есть, оно, безусловно, находится там в зоне его ответственности Перед там семьей, перед самим собой и перед Родиной Но, тем не менее, логика некая в этом всем есть Тем возмутительнее прозвучала версия отъезда Руслана Габасова По меркантильным соображениям в эфире радио «Эхо Москвы» Сейчас на волне вот этой неспокойной России, что все уезжают Могут уехать и те, кого особо-то и не преследуют Но кто хочет, просто улучшить свои же личные условия Ну, чего бы нет Анна Яни высказала предположение, что Руслан Габасов Попытался вот этим побегом улучшить свои же личные условия Ну, наверное, будет не лишним напомнить, что сама вот эта Мадам Яни не так давно как-то притязала на переезд в греческую республику Считая себя этнической гречанкой и полагая некую близость с этой замечательной средиземноморской страной Греция как-то неохотно, значит, откликнулась на притязание Мадам Яни И вот улучшить ее же личные условия не согласилась Она все еще находится в нашем Башкортостане И, видимо, нуждается в улучшении жилищных условий Безусловно, что Руслану на чужбине придется нелегко Никому из иммигрантов легко не приходится за границей И несмотря на то, что жилье в Стамбуле действительно дешевле, чем в Уфе Даже несмотря на это, наверное, все-таки человеку будет некомфортно Есть такое представление о том, что настоящему башкиру хорошо только на башкирской земле А Руслан, без сомнения, по крайней мере, в моем восприятии является настоящим башкиром Так что трудности ему не избежать Пожелаем ему успехов, пожелаем ему скорейшей адаптации за рубежом Очень хорошо, что с ним вместе находится его семья И не будем опускаться до таких вот идиотских ремарок, которые мы услышали в эфире Эхо Москвы На минувшей неделе в Уфе произошло кошмарное событие Я говорю о том, что неподалеку от крыльца железнодорожной больницы на проспекте Октября Проходившая мимо женщина облила себя горючей жидкостью Выкрикнула о том, что она не может так дальше жить и подожгла себя Сотрудники больницы, к чести своей, среагировали очень быстро Выбежали, постарались потушить пламя И оперативно отправили самоубийцу в больницу, в 18-ю больницу с обширными ожогами Мы не знаем истинных мотивов того, что сподвигла вот эту жительницу Уфы К подобному ужасному действию Но можем предположить, что определенное количество наших сограждан Находится в таком достаточно сложном психоэмоциональном состоянии Которое кардинально идет вразрез с тем радужным и замечательным Что рисует нам башкирское и российское телевидение Которое все больше и больше напирает на то, что жить стало лучше, жить стало веселей Судя по подобным событиям, конечно же, нет Безусловно, эта история связана, наверное, с какой-то личной трагедией вот этой женщины Однако способ самоубийства, который она избрала, вызывает очень много вопросов Само по себе самосожжение – это достаточно редкая форма самоубийства Чаще самоубийцы вешаются, травятся, стреляются или бросаются с высоты Но в 21 веке, да и в 20 веке тоже Самосожжение приняло некий символический характер В большей степени неся не коннотацию суицида, а подтекст некого протеста Потому, наверное, нужно обратить особое внимание на этот случай В 21 веке этот протест носил исключительно политический характер И, например, самосожжение Мохаммеда Буазизи из города Сидибузид в Тунисе Переросло впоследствии в революцию, которая изменила политическую ситуацию в стране Это я как пример привожу В Тибете вообще самосожжение является формой протеста против действий китайского правительства В общем, по-моему, все-таки властям нужно обратить внимание на этот случай Будем надеяться, что женщина, пытавшаяся себя сжечь на прошедшей неделе на проспекте Октября в Уфе Останется в живых, и мы когда-нибудь узнаем об истинных причинах вот этого жуткого поступка Похоже, в Уфе все-таки стали проявляться последствия отъезда Саша Сидякина в Москву В адрес нашего канала обратилась жительница дома номер 59 по улице Ленина, Хадиса Исламова И рассказала, что в ее доме с 1 сентября не работает лифт Для тех, кто не знает, дом 59 на улице Ленина в Уфе Это тот самый знаменитый хрусталь Одноподъездная свечка, довольно старый дом Но такой знаковый И в нем есть лифт Ну, вернее, был лифт 1 сентября лифт отключили Представитель лифтового хозяйства заявил жителям дома, что в аварийном состоянии находится лебедка Лебедку нужно ремонтировать, либо менять И стоить это будет 460 тысяч рублей Тот же самый представитель лифтового хозяйства предложил жителям дома скинуться на покупку этой лебедки Так вот, Хадиса Исламова задает, на мой взгляд, вполне себе логичный вопрос Куда делись те несколько миллиардов рублей, которые были выделены на ремонт лифтового хозяйства города Уфы По крайней мере, ранее власти республики об этом заявляли Ну, окей США уже далеко В Москве И спросить с него, наверное, не получится Но, возможно, на этот вопрос могут ответить мэр Уфы Сергей Николаевич Греков Или хотя бы исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Алан Марзаев Я обращаюсь к обоим этим мужчинам с вопросом по конкретному дому номер 59 По улице Ленина в городе Уфе Вошел ли этот дом в список тех домов, где будет ремонтироваться лифт? Очевидно, что в аварийном состоянии лифт находился уже давно, а теперь его уже и вовсе нельзя эксплуатировать Соответственно, не попасть в зону, в сферу внимания тех, кто оценивал лифтовое хозяйство Уфы Он не мог В таком случае я задаю вопрос, почему лифтовые власти, так назовем их, требуют жителей этого дома 460 тысяч Дом небольшой, одноподъездный, квартир там мало И собрать подобную сумму для жильцов этого дома очень непросто Алан Викторович, Сергей Николаевич, прокомментируйте как-нибудь вот эту ситуацию Все мы время от времени совершаем ошибки и очень важно их исправлять В прошлой передаче мы допустили два недочета, две неточности В частности, многие наши внимательные зрители и подписчики указали мне на то, что Ленара Иванова уже не вице-премьер Это действительно так Она всего лишь министр труда, семьи и социальной защиты Но это ничего не меняет в том контексте, о котором шла речь Продолжая историю Ленара Ивановой, к которой мы в ближайшее время будем возвращаться все чаще и чаще Я могу отметить, что завершилось расследование дела по факту гибели 11 человек в селе Ижбулдина, где сгорел вот этот приют И мы об этом обязательно в ближайшее время поговорим Ну еще на подходе одна очень важная и, на мой взгляд, сенсационная история Связанная с тем, каким образом в ведомстве Ленары Хакимовны распределяются субсидии и выплаты нуждающимся Здесь уже дело уголовное и оно коснется как сотрудников Ленары Ивановой, так и, я полагаю, ее самую личную Вторая ошибка, которую я хотел бы исправить, абсолютно топографически-лингвистическая Речь идет о том, что я, ну как-то и очень неправильно называл деревню, в которой происходят эти драматические события с изъятием крупнорогатого скота Правильно эта деревня называется Туркменево А не так, как я ее называл в прошлый раз На это обратили внимание жители района и самой деревни Спасибо вам за эти исправления Я всегда готов воспринимать нормальную, здравую и конструктивную критику К слову, сказать о ситуации в Туркменево На данный момент вот этот карантин и изъятие скота уже распространилось на три населенных пункта Судя по всему, проблема все еще не находится под контролем, несмотря на бодрые уверения наших властей Завтра, 12 декабря, в 21.00, очередной 48-й стрима «Открытой политики» Приглашаю всех подключиться и поговорить вживую Вопросы к стриму можно и нужно присылать в комментариях к этому сегодняшнему видео Также мы не забываем, что нужно ставить лайки, чтобы продвигать канал Нужно подписываться на канал тем, кто не подписан Напоминаю, что больше половины наших постоянных зрителей почему-то не подписаны на канал Ну и мы всегда рады и приветствуем помощь и спонсорство нашему каналу Есть специальная клавиша «Спонсировать» Есть другие способы помогать каналу Мы всегда публикуем расчетный счет и прочие возможности Всем спасибо Всех приглашаю завтра на стрим 21.00, завтра 48-й стрима «Открытой политики» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова